Что я хотел сказать этим, говоря вот так, под таким углом об исцелении? Я хотел, чтобы здесь, в этой аудитории, мысль о том, что вера нужна лишь для служения исцеления, не была главной. Вот о чем я хотел сказать. Понимаете? Я строю этот курс так, чтобы у вторичного и было то место, которое должно занимать вторичное. Потому что если мы начнем сразу тренироваться в молитвах исцеления здесь, не понимая, кто мы, как мы верим, если мы с этими вопросами не разберемся, я вам скажу, у вас ничего не выйдет. У нас точнее, извините. Ничего у нас не получится. Единственное, на что будем обречены, это читать книги о великих помазаниях и восхищаться их служением. А сами? Так не должно быть, мы должны быть такими сами. Потому что Ишуа сказал нам, не им, а нам, что чудеса, которые я сделал, вы больше сделаете. Это нам. Другое дело разобраться, почему, возможно, до сих пор этого не происходит. Нам надо разбираться. И вопрос веры, это, в общем-то, ключевой вопрос. Насчет исцеления не переживайте, друзья. Бог, Он за нас. За нас. На вскидку, для ободрения, несколько историй. У нас была, потому что умерла уже, сразу говорю. У нас была женщина молодая в общении, у нее был диабет. Такой очень-очень в тяжелой форме протекающий диабет. Значит, диабет ее накрыл, когда ей было 17 лет, она заканчивала школу и хотела поступать в какой-то престижный институт, потому что была очень умна, и медали у нее все были. И вдруг, вот у нее сломалось, сломался обмен в организме. И ее сразу посадили на тяжелый инсулин, вот так именно много кололи. И вот когда она пришла к нам, у нее давление иногда 280 целом. Представляете? Когда у нее было давление, у нее сосуды, ну, вены, не артерии, а даже вены пульсировали, иногда даже просто дрожали вот. Вот такой диабет, она вся опухала, вот такая вот с ней. Хороший человек, добрый, умный, все, ну. Вот и мне, когда она попала к нам вообще, у нас ночные молитвы там были, я помню, лечащий врач позвонила мне домой, представила, говорит, не издевайтесь, пожалуйста, над человеком. Вы не представляете, с чем она болеет вообще. Я ее лечу уже там какое-то время, и вот это ей ночные молитвы, все, ничего, этого нельзя. Она вот пошла, сказала, что вы ей что-то там пообещали. Потом я еще узнал, что я лечащий врач верующий. Я ее пристыдил, по-моему. И она мне сказала тогда вот в том разговоре, что жить ей осталось два месяца максимум. У нее разрушены капилляры по всему организму, у нее уже нет обмена в конечностях хорошего, в голове там, ну и так далее. Ну скажу так, она после этого приговора прожила четыре года еще. Причем она не прожила четыре года, она освободилась от страха, она привела многих людей к Господу, она нашла Божий шалом, она вышла, знаете, из той модели поиска Бога, который только лишь ради исцеления. Послушайте, уже когда человек ищет исцеление и панически боится смерти, можно сказать, что он еще не понял ничего о вечности, и он Богу не доверяет. Понимаете? Если глубоко вопрос копать, то мы приходим к таким выводам. Мы молились за нее много раз, и Бог снимал давление по молитве. Один из самых интересных случаев был, она поехала в Одессу сюда вот отдыхать. Ей нельзя загорать. И она загорала, и приехала такая, очень, организм растрясла свой, и у нее в поезде случился инфаркт по дороге из Одессы в Венецию. Ее выгрузили на носилках на вокзале и отвезли в реанимацию сразу, там, в кардиологию. Ей поставили диагноз инфаркт. Диагноз поставил профессора, два доцента. И, значит, мы узнали об этом, и мы взяли суточную молитву за нее. Интересная вещь, утром, значит, у нее не было инфаркта. Вот врачи, когда начали опять ее переобследовать, потому что она очень живая вдруг стала. И они даже обругали ее, они сказали, вы здесь что там, как бы шутки шутики, дурака валяете. Как вроде бы это не они ей ставили диагноз. Как вроде бы это, там, ее же обследовали, соответственно, инфаркты же, ну, да, это серьезно все. То есть они опростоволосились, как бы, и обвинили ее в этом. Но я скажу вам, они не опростоволосились. У нее был инфаркт, но просто Бог сделал чудо. Вот, это чудо. После этого, в случае с инфарктом, она еще год прожила. Умерла она так, что у нее сколько нового давления, приехали врачи, укололи. Я был в это время как раз, Бориса Савловича, дома, и мне позвонили. Мы за нее помолились. Ей укололи понижающее давление. Оно сразу не сработало. Померили, оно есть, и вторую дозу укололи, и давление упало на ноль. И она просто сердце остановилась. Вот, и я потом комментировал это в общине. Это на глазах всех происходило. То есть все видели, кем она пришла. Она была там в порабощении у одной своей подруги фактически, которая рулила ее жизнью как угодно, понимаете. И которая за нее решение принимала, которая ее на работу устраивала, ее увольняла, которая указывала, как ей убирать, как ей готовить, сколько спать. Это человек, который боялся всего, вот так вот. И она стала человеком достойным, послушайте. Это за четыре добавленных года, которые Бог ей накинул, для того, чтобы она по-настоящему нашла спасение. По-настоящему нашла спасение. Вот это вот то, о чем я говорю, когда говорю, что исцеление это мы, а понимаете? Понимаете меня? Хорошо. Сегодня у нас третий день. Напомните мне, о чем мы говорили в первый день? О вере. Да. А вы сточли. Да, откуда что берется, да? Откуда что берется? Вера берется от Писания. Писания, да. Скажем, более правильно сказать и Слово Божье. Потому что Слово Божье может быть провозглашено вот так. Не можно так поверить. Мы же Евангелие рассказываем. Людям не Библию читают, а нас слушают, да? То есть, Слово Божье. Слово Божье, Матери. Вот, вот, вот. Можете сказать отец. Тоже будет верно. А второй день, чем он был посвящен? Мы говорили с вами, что Бог для того, чтобы помочь понять, что это, ставит это в форму договора, связывая себя, одновременно показывая нам, что то, что он обещает, и от нас зависит, да? И от нашей, наша часть там есть. Мы с вами вчера разбирали, что Израиль, народ Израиля. Извините, я сейчас от печенья дожью, я очень вкусно. Спасибо. Народ Израиля, несколько раз Бог делал чудеса в глазах народа Израиля, фокусируя их внимание на Завете. Помните ситуацию с Ковчегом? Перехон, переход Ирдана по суху. И мы также с вами говорили, что когда народ Израиля забыл суть того, для чего там был Ковчег у них, когда они начали просто использовать его как святой предмет, то ничего не произошло, ничего не работало. Святые предметы в этом мире не работают. Что бы об этом ни говорили. Все истории о чудесных иконах. Да, да. Вот это из этой серии, о чем я говорю. Смотрите, случай был такой, что Питер получил откровение, и платочки, за которые он, да, и тень Петра исцеляла. Помните, да? Тень Петра, да. И тень исцеляла. Вера людей такая была, вот они верили, что Бог их исцелит. Ближе подойдут, в поле тени окажется. Ну, Бог миловал, исцелял. Но это не механизм. Послушайте, это не механизм. Если мы будем относиться к этому как к приему, мы потерпим поражение, и у нас только вопросы вырастут. Что это у нас не работает? У них работает, у нас не работает. Это все приемы, приемы для умножения веры. Подходит Ишуа к человеку? Вот я когда-то говорил, смотрите, у кого зрение слабое там люди? Знаете, как Ишуа молился за укрепление зрения? Хотите? Мы так помолимся. Кто хочет? Как-то никто. Понимаешь? Но если воспринимать, что молитвы за укрепление зрения должны с плевками происходить, тогда или будьте слепыми, или извините, подходите, и мы вам плюнем. То есть, это, или в случае, помните, он взял грязь там, да, вот, и, ой, мне нравится, как синодально это переведено. Брение и сплюновение, вот там так написано. Почему брение? Брение и сплюновение. Вообще, в реале это он взял горсть, размешал, вот эта грязь получилась со слюной, и вот это вот намазал. И, по большому счету, если понять, что это было, то это как бы немножечко человека же сквернили, вы понимаете? В ритуальном смысле бытующего храмового иудаизма это было... Можно разбирать этот фрагмент, можно думать, что это грязь, зачем? Просто вот из этой же серии платочки. Платочки нам нравятся, а брение и сплюновение не очень. Кому же нравится, если вы будете закрывывать лицо, чтобы вы все. А если Господь? Ну что вот, ну вот что? Ну мы знаем, мы от всего отговоримся, я знаю эту тему, я сам такой. Благодаря тому, что мне принесли действительно эту рубашку, в которой кто-то здесь человек, я принесли пилу, я одел, я не беру. Я не разу зашел такой свече. Я с большим интересом слушаю свидетельство о целовании икон, в мощах, с большим интересом слушаю свидетельство. Например, мощи это единственное библейское место, которое можно сюда привязать. Помните его, да? В костях Елисея, да? То есть, это что, закон? Это что у нас? Что это у нас рецепт? Что это такое? Ну так тогда все просто. Где у нас ближайшее кладбище, а? Давайте лопату, значит, даем вперед. Будем рыть. Ну, я не знал. Не, так тогда... Вот интересно, если согласился человек, чтобы вы плюнули, и зрение не справилось впоследствии... Лучше удирать сразу. Единственная радость, извините, в таком случае, будет от того, что он слеп и может промахнуться. Ну, хорошо. То есть, к чему я клоню? Вот, знаете, то, о чем мы с вами говорим, ну, вот является результатом, так сейчас высокопарно скажу, моих размышлений за долгие куды, о том, что такое вера, как она работает, где она берется, зачем она нужна прежде всего, не ради нее самой. Вера – это инструмент, вера – это не сама цель. Вера – это инструмент. Конечно же, вот смотрите, если ты идешь копать огород... У кого есть огород? Лопатой умеете работать? Конечно. Я видел, я видел, я видел лопатой. Она лопатой с наточкой. Какая не то? Когда вы идете копать огород, если вы возьмете лопату, ну, у вас получится. Если нет, тоже может получиться. Только это будет очень долго. И больно для рук, там, для маникюра, особенно у женщин. Сейчас дорогие маникюры есть, и вот, представляете, с таким начать огород какой-то. Вот вера – это инструмент. Если вы хотите жизнь Божью, как говорится, прожить, вот, на служение, точнее, вот, если вы хотите служить без веры, а если говорить о вере не как инструменте для служения, а как о связующем звене нас с Богом, если вот этой веры у тебя нет, то вообще ничего не будет. Но вера – это не самоцель. Цель – это Бог. Вот цель такая. И не надо никогда об этом забывать. Друзья, цель – не исцеление. Цель – не вера. Цель – не… Вот мне нравится притча хасидская. Расскажу. Значит, ну, что, знаете. Ее рассказал, что я хочу дополнительно порадовать людей. Он за каждой из дверей своего длинного-длинного дворца со множеством дверей, подводящих к этому тронному залу, спрятал подарок и сказал каждому, что можете открывать дверь и брать один подарок. И люди шли во дворец, вдохновил, призвит царя, открывали дверь и брали подарки. И уходили потом назад с подарков. А царь ждал в конце дворца на троне, и так никого и не дождался. Вот такая вот печальная история. И она говорит о том, как многие верующие, вот они находят благословение у Бога, а самого Бога искать и не собираются. Вот это беда вообще на самом деле. Я скажу так. Большинство и, возможно, подавляющие людей, за которых мы молились на служениях исцеления, и которые исцелялись, они не пришли к Богу. Они нам рассказывали, звонили даже, что, ух, слушайте, невероятно, мы исцелились. Но они не приходили к Господу. Мы переводили их внимание на Всевышнего и говорили, что это Бог. Он сделал это для того, чтобы показать вам, что первое есть, что Второе вас любит, третье, что Он вас ждет, и четвертое, что решение ваших проблем в Его руках. И люди, конечно же, вежливо нам говорили, да, да, спасибо, мы поняли, благодарим. Очень похоже на эту притчу с дверьми, с благословениями и с одиноким царем, которому так, в общем-то, никто и не пошел. Но я не могу сказать, что среди верующих так все печально, даже наоборот, правда. Но мы все, вот, послушайте, мы должны представлять Господа. Наша задача, что пишет Павел? Вот Павел, у него такая красивая поэтическая страница во втором послании Коринфянам, где он пишет о нас, как о письме. Понимаете? То есть мы должны ходить в этом мире и нас должны читать. И вот мы, это должно быть письмо, на котором написаны убедительные слова любви Бога к этому человеку, который его читает. Всякий, кто с нами имеет дело, должен рассмотреть сквозь наше служение Господа Бога. О благоухании там сказано. Я когда-то подумал, что иногда ясно осознаешь, что не благоухание, а зловоние из себя, в общем-то, источает, да, вместо благоухания. Вот. О, должно быть благоухание Христова. И вот сегодня мы об этом будем с вами говорить. Я сегодня хотел говорить с вами... У нас вообще сколько времени сегодня, в целом, с учетом перерыва? Два часа. Это чистого времени? Да, да. Сейчас полчаса у нас есть, потом час мы... И час. Час. Ох, а я сегодня столько наваял в конспекте. Ну ладно. Хорошо, будем сжимать. Значит, я сегодня буду говорить, кем мы должны быть. Послушайте, Вера это самолет, ему нужен аэродром, чтобы приземлиться куда-то. Вот если, например, вот помните, голубя Ной выпустил, да? Ной выпустил голубя. И ворона. Ворон улетел, голубь вернулся. Голубь возвращался до тех пор, пока не нашел жизнь. Он вернулся с веточкой живого чего-то, да? Представьте, что голубь это вера. То есть вера, мы знаем, это дар. Она заносится в нас святым духом. И если вот она подлетает к нам, извините за такие корявые, в общем, сравнения, и может слова, и видит, что там как бы жизни нет, она улетает назад. Нужна почва. Что такое почва для стабильной веры в твоей жизни? Вот будем сегодня об этом говорить. Мы сегодня будем говорить, каким ты должен быть для того, чтобы у тебя все получилось. давайте вспомним историю о том, когда Иешуа отправил учеников подвое. Впервые он отправил их делать то, что до этого делал только сам. Подвое. сам с ними не пошел. Чем он занимался в это время? Сложно сказать. Молился, возможно. Возможно, он физически отдыхал. Но известно, что его работу делали ученики. То есть то, что делал он, впервые они делали. Они молились за больных, они отвечали на вопросы. Они были достаточно сырыми еще внутренне в характере своем. Но тем не менее, когда они пришли, они ему рассказали, что Бог через них действует. У них получается. Вы помните? Больные исцеляются. Бесы уходят. И вот особенно то, что бесы уходят, так их вот зацепило. Во всех культурах и во всех временах особой популярностью, славой пользовались люди, которые умели как-то вот духовно что-то влиять. Ну и вот они почувствовали себя людьми, которых что-то получается. Что ответил им Мишу? Он не начал их так, знаете, ободрять. Да, ребята, классно. Понравилось вам ходить в силе? Да. Они говорят, да, да. Он вообще на эту тему ничего им не сказал. Он говорит, не тому вы радуетесь вообще. Вам надо радоваться тому, что ваши имена записаны в книгу жизни. Ну так холодной водой их облил, можно сказать, здесь. Он возвращает их внимание к чему, как вы думаете? Переводит их внимание активность. Что? Что там у нас? Есть еще этаж, наверное? Он возвращает их внимание к смирению. Понимаете? Он возвращает их внимание к смирению. Он напоминает им, что они грешники, прощенный Бога. Ваши имена записаны в книгу, вы уже не радуетесь этому. Потому что когда они почувствовали себя людьми великой силы, которым даже бесы повинулись. Это большое искушение для служителя Божьего во все времена. Когда у тебя что-то начинает получаться, ты начинаешь задирать нос. Падение многих служителей, известных, это вот как раз здесь вот. Вот здесь разрыв произошел. И знаем, что многие на чем хорошо заканчивают плохо. Потому что сила-то от Бога у них была. А вот внутренних качеств, необходимых для того, чтобы эта сила пребывала и действовала постоянно, не оказалось. И я хочу сейчас вот так вот. вот так вот сказать. Много приходилось слышать на тему того, как молиться с верой. Вплоть до готовых текстов молитв. Может быть, в этих проповедях меньше говорится о характере, который необходимо в себе воспитать, для того, чтобы то, что делал Господь, смог делать ты. О характере самого Господа, вот каким он был. Почему? То, что он делал, он делал всегда, просто, постоянно. Почему у него не было вот так? Вот так все время было у него. Почему? Еще раз. Да, обратите внимание, мы же должны ему уподобиться, мы должны быть такими, правда? То есть, здесь нет так, что вот он абсолютный, классный, святой, мы никакие, и вот мы в этом состоянии себя прощаем и позволяем себе таковыми остаться. Он не согласен с этим, он желает нас изменить. Вот завтра у нас будет хороший день, где мы будем говорить на тему, какими мы должны стать, для того, чтобы обрести царство в Более. Это будет четвертый день у нас, да. Но сегодня будем говорить о смирении. вот он однажды слышит предложение своих учеников. Я напоминаю, что вот смотрите, если мы сейчас не говорим прямо о вере, вот что-то, вот напрямую о вере, да, это не значит, что мы не говорим сейчас о вере. Ешоа был человеком, человеком, вот как человек-служитель, и вот та его сторона, которая человеческая, он был человеком веры постоянно, правда? Это не было так, что вдруг он становился человеком веры, как силы, в момент молитвы за Иссы. Он постоянно был человеком веры. Слово, которое он говорил, это тоже исповедание веры, это тоже излияние жизни на тех, кому он говорил и кому он служил. Он всегда был человеком веры, всегда. Неситуативно, А всегда. И вот он, находясь в этом состоянии веры, ввел себя как человек веры, и говоря кому-то о характере, не об исцелении от болезни, не о умножении хлеба, рыбы, а говоря, например, о характере, он тоже таким образом говорил верой и показывал, что должно быть в человеке веры для того, чтобы вера была в тебе и через тебя действовала. Вы понимаете? Если в тебе, если ты, точнее, не станешь таким, каким должно быть человеку верой, редкие всплески веры в твоем служении будут иметь место. Но так, чтобы стабильно, ну, тут я не уверен. И вот однажды подошли к нему два брата. Нет, мать подошла. И причем в Писании есть два случая, когда вот именно вот эта пара пыталась как-то так других оттолкнуть и к нему приблизиться. А вот среди его учеников были представители двух конкурирующих бригад рыбаков. Там был Петр с Андреем, это одна бригада рыбаков. Это же рыбаки, это же торговля, бизнес, правильно? Вторая бригада это Яков и Иоанн. Иоанн владшенький, Яков старшенький. Вот. Помните, однажды мама братьев Завидеевых, она говорит, ну, ты там, когда вот, значит, встанешь, то... Моих как-то ближе, ладно, да? Вот пусть они будут с тобой... Ребята у меня хорошие, справные. По крайней мере, пока рыбу ловили, это можно было заметить. Вот. Когда они пришли после служения по двое, именно они говорили, что бес повинуется. Вот, ну, да. И вот в один из подобного... В один из дней при подобного рода ситуации он сказал, что цари властвуют, помните, да? Но между вами так да не будет. И кто хочет быть старшим, пусть будет всем слугой. Не написано о том, что они там при этом, как они это приняли. Но то, что он сказал, это противоречит всей мирской оценке сути власти. И я добавлю от себя сути ожидания многих незрелых верующих. Потому что, положа руку на сердце, я общался на эти темы. Я могу по себе сказать, что многим людям, пришедшим к Богу, хочется власти, хочется управлять, хочется царствовать. В этом плане они ничем не лучше и не хуже, вот, как вы видите, апостолов. В их тот незрелый период первый. Многих тех, кого мы знаем сегодня или из прошлого недавнего служителей. Власти, управлять, править, руководить, царствовать. Царствовать не согласно модели Божьей, а согласно модели мира сего. Быть хозяином. И он говорит, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы Бог через вас сильно действовал, если вы хотите, чтобы вы имели стабильную веру, вам необходимо помнить о том, что вы призваны служить, а не царствовать. Вы призваны слугами быть. Служитель – это слуга. И тогда Бог отвечает за то, чтобы ваше слово, ваша молитва была сильной. Чтобы ваше служение имело потенциал небес, имело силу. Бог тогда за это отвечает. Есть масса мест Писания, где Всевышний говорит, что будет благоволить таковым, будет действовать через таких. Такие люди будут людьми силы. Но как только ты почувствуешь себя сильным, а значит, имеющим право на власть по схеме мира сего, с этого момента ты теряешь то, что Бог через себя делал. Теряешь. Память людей бывает долгой. И во многих случаях люди продолжают считать потерявших Божье помазание помазанниками, вспоминая об их великом служительском прошлом. Но, как и в истории с царем Саулом, когда уже Бог отошел от него, народ этого не знал. И в истории с Самсоном очень печальный пример. И во многих других случаях эти люди уже живут без Бога и служат без него. И ему фактически уже не служат. Вот так. Вот это важно никогда не забывать. По возможности. Я понимаю, мы забываем это. Но я должен был это сказать. Это очень важно. В преподавании такой темы, как вера, важно, с моей точки зрения, важно об этом сказать. И не просто сказать, а уделить этому достаточно времени для того, чтобы сердце глубоко было просвечено наше. Вот, твоё и моё, чтобы глубоко было просвечено вот этими местами писания и слова, которые многие почему-то не соотносят к вере вообще. Как их можно не соотнести к вере, если у верующего вот это должно быть внутри? Ещё раз говорю, вера – это благодать, это дар от Бога. Если мы ведём себя гордо, Бог что делает в таком случае? А смиренным, в рамках которой есть такой сегмент – это вера. Подумайте над тем, что Бог не просто не даёт гордым, Он им даже противится. Он всё делает для того, чтобы этот человек не был успешен в чём-то. Для чего? Чтобы задумался, чтобы одумался, чтобы задался вопросом. А почему это? Чего мне всё из рук теперь валится? Вот почему так? Ещё недавно всё было хорошо. Противиться – это же не просто вот Бог отходит. Противиться. Послушайте, каково иметь в противниках Бога, а? Ой. Ой. Валентин, сколько время? Чтобы я сейчас… Я просто хочу историю большую рассказывать, начать. Я её перенесу на вторую часть. Потому что мы не закончим это. Классно. Отлично. Давайте посмотрим о том, каким был Ещё внутри на основании места из второй главы послания Филиппийцам. Раби Шауль обращается к верующим из Македонии. И желает им что-то показать. Он их корректирует этим словом. Смотрите, как он вообще… Община Филиппа была одной из лучших общин. Мы знаем. Она находилась в трудном положении с точки зрения давления внешнего, но они имели веру, они имели порядок внутри себя, в отличие от общины Коринфа, например. Тем не менее, что-то у них было такое, что нуждалось в корректировке. Давайте прочитаем. Итак, если есть вторая глава. Какое утешение во Христе, если есть какая от рада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадание. Заметьте, у них было сострадание, общение духа, от рада любви, утешение во Христе. Они утешались в Нем. Они не роптали, они держались как молодцы. Но он желает, чтобы они стали еще крепче. То есть у них была вера, но чтобы она была еще крепче, он им говорит. Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Он их призывает к большей степени единства. И возникает вопрос, как они могли этого достичь. И вот сейчас мы переходим к такому фрагменту прям. Третий стих говорит о рецепте, который он им предлагает для достижения единодушия и единомыслия. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Друзья, можно делать хорошее дело по тщеславию? То есть для тех, кому мы делаем, оно будет хорошим. Но то, как мы это делаем, для Бога не будет хорошим. Если мы это делаем из тщеславия. То есть для того, чтобы нас заметили и похвалили. Чтобы прославили как бы, да? Если мы это делаем для славы своей, иными словами. По любопрению это... По любопрению это вот чего-то вот захотелось очень сильно сделать, да? Я это сделаю во что бы то ни стало, даже если это не нужно. Он призывает, что вот эти все вещи надо в себе различить и, как говорится, приостановить. Ничего не делайте по любопрению и тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Человек, который определился быть хозяином, быть властелином, он не может почитать другого высшим себя, потому что в сути власти нету почета другого высшим себя. Есть почет себя высшим другого и, в общем-то, даже высшим всех, но нету высшим себя. И он говорит, что у вас есть один такой зигзаг вообще, изъян. Если вы хотите, чтобы ваша община была максимально крепка, внутренне, просто там дальше по тексту видно, что он им говорит, что там, где есть взаимоскрепляющие связи любви, помните? Там вот такой коллектив получает приращение сам в себе, да? То есть здесь написано о том, что почитать другого высшим себя – это стандарт для человека Божьего и для коллектива Божьих людей. И для того, чтобы проиллюстрировать эту, ну, вообще неинтересную для мира идею, он ставит в пример никого-нибудь, а самого Господа. И дальше мы по своему по тексту почитаем. Четвертый стих конкретизирует, что имеется в виду. Не о себе только заботься, но каждый и о других. То есть на практике, чтобы было, почитать другого. Потому что, знаете, мы же можем словами исказить что угодно, а я почитаю. Можно хамить, относиться по-варварски, вести себя вообще с большой помпой на людей, да? Но при этом, когда тебе ставят вопросы, а я почитаю, попробуй докажи что-то в противовесе. Вы же понимаете, что в таком несложном деле, как отбрить слово, ну, здесь, конечно, проблем у некоторых нет точно. Да, но вот он дальше говорит, что заботься о других. Вот если ты почитаешь, то заботься. Вот это и из почтения другое, выше себя. Ибо в вас, и смотрите, ибо в вас должны быть такие же чувствования, те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Потерпните слово «должны». Я фокусирую на этом слове именно сейчас. Не просто, вот, неплохо было бы, чтобы в вас были чувствования, как вешу. Он говорит, должны быть. Если у вас их нет, то вы не то, кем вообще в идеале Бог желает вас винить. У вас должны быть чувствования, какие во Христе Иисусе. Какие? Они задают вопрос. Какие? Раби, какие чувствования? Что за чувствования? Дальше он пишет, объясняет. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он говорил, я и отец одно, да? Тем самым показывая, что великий Бог, хозяин, царь, творец, высший властелин, именно властелин Бог. Именно властелин. Вот Бог именно властелин. И он не почитал хищением провозглашать свое равенство. Но уничижил себя самого. Седьмой стих. Приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти самого страшного типа. Смерти на кресте. Послушайте. Вообще здесь один из секретов спасения есть. И воскресения. Потому что дальше написано. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя всякого имени, чтобы преклонилось, чтобы перед именем Ешоа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Завтра будем об этом говорить. О связи спасения, веры. И о связи характера. Но здесь сказано, что Он воскрес, Он царствует, Он пред Ним преклоняется всякое колено. Не потому, что Он настаивал на своей власти, а потому, что Он от нее отказался. Мы знаем, что в Господе Ешоа мы имеем колоссальную власть. Но если мы ее используем, более того, если мы ее стяжаем, стяжаем, понимаете слово, да? Претендуем на нее. Доказываем ее. Настаиваем на ней. Ну, мы не поступаем, как Он, а мы должны поступать, как Он. Написано, у вас должны быть те же чувства, не какие Ешоа неси. Вот Он, будучи властелином, отказался для того, чтобы послужить и помочь людям спасти. Если мы желаем сделать то же для себя и для других, мы должны отказаться от того, чего у нас нет. У него было, а у нас нет. У нас амбиции есть. Власти у нас нет, у нас амбиции есть. Мы по-человечески имеем амбиции. Свобода для многих людей – это из позиции раба вскочить на позицию властелина. То есть это не освободиться от позиции раба, а именно освободившись от позиции раба, стать властелином. Пусть даже над каким-нибудь одним человеком. И то хорошо. Некоторым мало над одним человеком, но некоторым хотя бы над одним. Если ты хочешь быть служителем Божьим, служителем силы, тебе нужно подумать в этом направлении. Если вы согласны, скажите амбиции. Нет смысла говорить о вере с теми, кто с этим не согласен. Можно спросить, если люди хотят царствовать, можно пожать им руку и идти на паровоз и ехать в Венецию. Правильно? Иди царствуйте. Но если мы серьезно настроились измениться, отказаться, порадовать Отца, исполнить Его волю, быть благоухающим письмом, которое смогут прочитать и поверить живым словом, ходячим на своих двух ногах, то нам необходимо размышлять в этом направлении. Вы знаете, когда мы начнем в эту сторону думать, мы получим неприятное для себя откровение. У нас не очень получается. Мы о себе узнаем много нового и неприятного. Когда мы не думаем над этим, мы склонны обвинять других. Но когда мы начинаем понимать, что мы не соответствуем и не соответствуем крепко. Вот это хорошее откровение о себе для того, чтобы двинуться в направлении настоящих перемен и реального спасения. И реальные силы Божьи, настоящие, да причем еще неприходящие, идущие по возрастающим в твоей жизни. Вот это очень важно. Нет смысла говорить о вере. Мы берем веру и в Слово Божье. Бог нас всячески пытается нам помочь схватиться за эту идею. Так знаете, руками, ногами, зубами. Но потом ты не сможешь удержаться, если ты не станешь другим человеком. Если ты не определишься к смирению. А почему вот с первого занятия обратил внимание на некоторые перепалки между вами. Потому что все это как бы показывает как раз те качества, которые нужно распинать. И наблюдая за мной в каких-то отдельных ситуациях, вы могли бы мне сделать похожие замечания. Я работаю над собой, стараюсь и вижу, что это очень непросто. Потому что я тоже хочу стать другим человеком. Я тоже помню, что и я должен. Вот тут написано, вы должны. Я знаю, что и я должен. И слава Богу, что сегодня я уже не такой, как был раньше. Потому что я на определенном этапе определился, ну, как говорится, быть. Но потом Бог мне показывал, что я неправильно определился. Я определился к тому, к чему он меня лично не собирался определять. Вот это я зря вообще так определялся. Всевышний очень любит нас. Закон свободы жизни, он таков, что если ты не будешь претендовать, царствовать над людьми, ты будешь свободен. Дьявол обманул нас. Он, знаете, на генном уровне, если так можно выразиться, вшил нам идею того, что сейчас счастлив тот, кто сел всем на голову. Вот это ложь. Откровение Господа в том, что почитающий других выше в себя счастлив. Почему? Он не ожидает от них ничего. Он не надеется на них. Они его не могут подвести, потому что он на них не надеется. Он на них не возлагает своего повадного. Понимаете? Хотя бы поэтому. Перерыв. 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 Перерыв.